В прошедшем учебном году наряду с английским курсом впервые велись лекции на русском языке. Среди его слушателей немало сотрудников олимпийских комитетов и предприятий спортивной отрасли. Есть и сотрудники сочинской мэрии. Теперь они смело могут назвать себя профессионалами, мастерами спортивного администрирования. Получив диплом, обещают максимально использовать полученные в университете знания в работе. Часть дисциплин в этом университете имела отношение к теме инвалидности. Это были дисциплины и про адаптивный спорт, и про паралимпийское движение в нашем мире. Естественно, мне, как секретарю совета по делам инвалидов, и как человеку, который работает со всеми общественными организациями инвалидов в городе Сочи, эти знания очень пригодились для выстраивания новых коммуникаций, для выстраивания и организации тех или иных мероприятий, которые будут благими, которые будут нужными для этого контингента, для этой целевой группы. В течение 10 месяцев студенты слушали лекции ведущих российских и зарубежных преподавателей, изучали экономику, политику, олимпийское движение, спортивный маркетинг и менеджмент, а также изучали олимпийские игры как форму бизнеса. Такие темы были особенно интересны чемпионке Европы по тэквондо Катрин О'Грейди. Я очень рада, что получаю диплом специалиста именно в этом университете. Этот вуз дает огромную возможность студентам реализовать себя в качестве профессионалов. Что касается меня, то полученный здесь опыт необходим мне в мире бизнеса. Теперь у меня есть реальное конкурентное преимущество. С завершением обучения студентов поздравил ректор университета. Он отметил, что уровень выпустившихся специалистов в этом году высокий. Студенты завершили обучение с хорошими отметками и отличной практикой. Эта группа более ровная, более стабильная. Из нее нет выпадений ни каких-то суперзвезд, хотя есть очень талантливые ребята, и тех, кто отстает. Иными словами, это очень хороший показатель для университета. Четыре дня мы сидели, слушали защиты дипломов, и это был очень хороший уровень. Многие из этих работ, ну почти все, практикоориентированные работы, многие из них писали работы, которые связаны непосредственно с их деятельностью на местах. Лев Белоусов также выразил уверенность в том, что эти специалисты войдут в состав сформировавшегося клуба выпускников УРМО, будут помогать друг другу и будущим студентам университета. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.